Добрый день, уважаемые зрители YouTube-канала «Россия в Миндиве»! Если кто забыл, меня зовут Владимир Глазков, я снимаю этот сюжет в городе Самаре в музее оформленной одежды Российской императорской армии на улице Ленинградской, дом 23. Но сегодня у нас сюжет будет в таком не совсем обычном формате. Мы вам как-то рассказывали уже про гусарское обмундирование. Вот сегодня у нас достаточно любопытный фотодокумент оказался в нашем распоряжении. Это фотография сослуживцев 5-го эскадрона Лейбгвардии Гусарского и его величества полка, снятая в 1909 году. Причем она настолько интересна, что даже паспорту тут несет фамилии, присутствующие, напечатанные типографским способом. Но нас в данном случае интересуют не столько эти фамилии, а сколько многочисленные детали сложной гусарской формы. Потому что у нас есть вот этот хорошо известный вам ментик рядового Лейбгвардии Гусарского и его величества полка. Но помимо рядовых в Лейбгвардии Гусарскому полку были и другие чины. И вот как отличалось гусарское обмундирование в зависимости от чина владельца, вот это мы и попытаемся вам показать на прилагаемой фотографии. Итак, начнем. В каждом эскадроне, помимо эскадронного командира, был эскадронный вахмистр. Это должность, широко известная тем, кто служил в армии, и звучит она как «ротный старшина». В старые добрые времена термина «старшина» в армии не было, а был термин «ротный фельдфебель» или «эскадронный вахмистр». Здесь он как и положено. Вообще у старых фотоснимков у них весьма четко неформальная существовала иерархия, где кто расположен. И в данном случае эскадронный вахмистр, как самый старший из присутствующих, он располагается в центре группы. Чем он отличается от рядовой гусар? Ну, во-первых, у него присутствуют унтер-офицерские голуны на воротнике, а в шлагах ментика выше желтой тесьмы, которая присвоена здесь, вот вы видите, тоже желтая тесьма. Вот она. Она заменяет гвардейские петлицы, это признак гвардейского статуса. Вот между вот этой тесьмой и вот этим шнуром у подпрапорщика нашивался унтер-офицерский голун, как, впрочем, у остальных унтер-офицеров. Ниже меховой опушки у него тоже нашит голун. Такой способ ношения практиковался при императоре Александре II. Я не готов сейчас сказать, насколько он был актуален на начало XX века, но вот в данном случае так. Кроме того, еще одно важное отличие вахмистра – это фуражка с козырьком. И самый главный отличительный его признак – это наплечные шнуры, вот эти вот так называемые шнуровые петли. Здесь они, так сказать, не совсем аутентичны, а у него они, они хотя подлинные, безусловно, из подлинного шнура, а у него эти петли шнуровые, они офицерского образца, из офицерского металлизированного шнура, и с золотой гумбой соответствующие чину вахмистра. Это такое бочкообразное кольцо, насаживавшееся на наплечные шнуры, вот, и, так сказать, заменяющие лычки. Левее него, левее него расположился так называемый взводный унтер-офицер. Это уже военнослужащий, срочный служба, окончивший учебную команду и получивший унтер-офицерское звание. Почему взводный? Он же старший унтер-офицер, потому что на его наплечных шнурах очень хорошо видны три гумбы, только они у него не металлизированные, а они у него белые с примесью черной и оранжевой шерсти, полосатые, так называемые. Зато издалека видно очень хорошо на желтом фоне, на фоне желтых шнуров белые видно просто замечательно. Здесь присутствует такой предмет обмундирования, как гусарская меховая шапка. Ну, правда, вот один гусар его так лихо надел по казачьей на правое ухо. Почему он так поступил? А потому что у него на левом руках виден серебристый шеврон, сверхсрочно служащего. Соответственно, это сверхсрочник, который, он тоже старший унтер-офицер, но он уже не срочный, а сверхсрочные службы. Он может себе позволить несколько больше, может быть, в неписанной армейской герархии. Традиция изображать бойцов с разного рода музыкальными инструментами, этой традиции уже лет-то достаточно много. Она встречается на многих старых фотографиях, но, тем не менее, здесь вот, дабы поддержать, на первом плане у нас лежат гусары. Тут бубен, гармошка, балалайка. Возможно, это полковые песельники, как тогда говорили, песельники вперед. И, так сказать, не думаю, что они реально на этих инструментах играли, а вот для красоты вполне даже могли. Часть изображенных одетов в походное обмундирование, и здесь можно увидеть, ну, во-первых, здесь холодное оружие интересное, кавалерийские сабли, образца 1824 года у них. Хотя такие сабли, по идее, надевались только на парад, но здесь они вот для фотографирования их надели. Некоторые нижние чины одеты в полное походное снаряжение, в частности, чуть выше вахмистера. Там один из гусар одет в шинель, и вот справа и слева от него видны два гусара при винтовках, а винтовки во всей кавалерии надевались через левое плечо, у казаков через правое. Кроме того, видны шейные ремни патронных сумок, ну, то есть кавалеристам регулярно полагалось две патронных сумки на 20 патронов каждая. Они располагались на правом боку, спереди и сзади. И дабы они не елозили, не ездили вверх-вниз, они все-таки достаточно тяжелые при верховой езде, то, соответственно, эти сумки, они удерживались так называемым шейным ремнем, который пропускался под левый наплечный шнур и проходил наискось через грудь. Еще один гусар в парадной шапке располагается в левой верхней части группы, но там все как положено по уставу, все очень красиво, у него надета накидку ментик, это один из вариантов парадной формы, и гусарская шапка у него надета прямо, ничуть не на бикрейм, с белым парадным султаном, спереди на шапке Андреевская звезда. Отличительная особенность всей русской гвардии с 1870-х годов, любая гвардейская часть имела на головном уморе либо просто Андреевскую звезду, либо Андреевскую звезду на груди государственного герба. Можно еще отметить, что наплечные шнуры, которые присвоены гусарам, они все достаточно темные, потому что желтый цвет, такова специфика старых фотоматериалов, он, ну вот, кто постарше, те хорошо помнят, что фотобумаги, раньше с фотобумагами работали при красном свете. И, соответственно, этот цвет, он менее всего воздействует на старые такие фотоматериалы, а старинные фотопластинки, они как раз по своим свойствам были достаточно близки вот к таким фотобумагам конца 20-го века. И, соответственно, желтый цвет мало воздействовал на фотоэмульсионный слой, на светочувствительный, поэтому желтые и оранжевые детали, они очень темные на снимках, они практически черные. Это одна из заключительных особенностей, которые следует помнить, работая со старыми фотографиями. Тут достаточно большой разнобой в части походных рубах. Здесь походные рубахи присутствуют, ну, во-первых, они здесь, что достаточно удивительно для 1909 года, некоторые с нагрудными карманами, вот до сих пор было принято считать, и сейчас принято считать, что нагрудные карманы на таких рубахах появились только в 1914 году, или даже, может быть, в 1915. Ну, вот, как мы видим, исходя из этого фото, это не так. Возможно, это какой-то опытный образец, вообще все опытные образцы обмундирования, они проходили испытания ноской в гвардейских частях. Возможно, что вот как раз разработали такой образец, и для опытной носки отдали его в лейбогвардии гусарский полк. Вот у нас как раз вот такой вот офицерский наплечный шнур. Это армейского образца офицерский шнур наплечный, который как раз и полагались под прапорщиком. Вот видите, позолоченное металлическое кольцо, то есть гумба. Вот оно и обозначает, заменяет собой широкую поперечную нашивку вахмистра на погонах. Здесь оно просто позолоченное, причем здесь вот видите, такая насечка, это имитация оплетки золотой конетелью. Вот, кстати, аналогичное офицерское кольцо, аналогичная офицерская гумба со звездочкой. Соответственно, количество их столько же, такое же, как количество звездочек. Для сравнения я вам покажу, сейчас у нас есть филиграновый шнур, филигранный, плетеный. То есть вообще офицерам лейбогвардии гусарского полка полагался вот такой шнур. Аналогичный шнур вы сейчас можете встретить у современных военных на фуражках. До революции такой шнур как раз и назывался филигран. И полагался в основном армейским гусарам, хотя и некоторые, гвардейским, извините, хотя некоторые армейские полки имели его как военные отличия офицера. Но это отдельный сюжет. Так вот, разница между офицерским и гвардейским шнуром, вот вы его видите, и вот офицерский армейский шнур. Вот он именно и полагался под прапорщиком. То есть у нас как бы вот этот вот продольный золотой шнур заменяет продольную нашивку на погоне под прапорщик, а вот эта вот гомба поперечная. У гусар вообще на гусарском обмундировании плечевые шнуры заменяли погоны. Вот видите, например, вольноопределяющиеся, звание вольноопределяющегося обозначает вот этот вот шнурок, которыми обшит наплечный шнур. Соответственно, в остальных войсках таким шнуром крученым обшивались погоны. Ну а вот у гусара, вот видите, наплечные шнуры. Еще одна очень любопытная деталь гусарского обмундирования. Вот пока не знаешь, как он устроен, так и не сразу догадаешься. Это гусарский кушак. Видите? Он состоит из таких прядей, продольных шнуров. Продольные шнуры перехвачены так называемыми гомбами. Это деревянные точеные трубки, такие вот, они называются в официальном описании кольца, но фактически это деревянная трубка. Трубки эти оплетены особым образом белой нитью, но у гвардейских гусар желтой нитью. Цвет нити соответствует цвету металлического прибора полка, цвету нагрудных шнуров, а цвету вот этих вот колец, перехватов, прикладному цвету, то есть околушу фуражки, там, например, погоном шинели и так далее. Соответственно, здесь белый прикладной цвет и белые шнуры – это белорусский гусарский полк. Вот эти вот кисти, которые у нижних чинов однотонные, а вот у унтер-офицеров на этом фото хорошо видно, они у некоторых военнослужащих пестрые, с добавлением черной и оранжевой нити. Это унтер-офицерское отличие было. Вот аналогичный кушак иркутского гусарского полка. Здесь очень хорошо видно. Этому полку полагались шнуры желтые, и прикладной цвет у него был малиновый. Вот, соответственно, перехваты или гумбы, они прикладного полкового цвета, малинового, а шнуры желтого, как и полагалось, такого же цвета, как нагрудные шнуры. Вот если посмотреть спереди, то вот как-то так он свисал. Здесь, к сожалению, он достаточно короткий, а не вообще короткий. У людей тогда была тонкая талия. И вот он завязывался спереди вот таким вот особым узлом. А сзади этот кушак застегивался вот на такой вот обтянутый желтой нитью костылек. Тоже деревянная трубка, обтянутая желтой нитью. Целое произведение декоративно-прикладного искусства. Ну и коль уж скоро пошел разговор о гусарских кушаках, то мы можем вам показать. Он, к сожалению, нуждается в реставрации. Но принцип устройства офицерского гусарского кушака мы вам сейчас покажем. Как вы видите, принцип аналогичный, только пряди серебряные с добавлением черной-оранжевой нити. И вот эти вот кольца, то есть трубки, они оплетены серебристыми. У всех офицеров в общей офицерской расцветке, как офицерский шарф. Серебристый с серебром, простите, серебристый с черной-оранжевой нити. Здесь нуждается в реставрации, но когда-нибудь, я надеюсь, мы его доведем дома. Все-таки это достаточно ценный и редкий предмет. Вот такое вот у нас, такое вот фото, групповое, что интересно, подписное. Мы пока не занимались установлением судьбы людей, которые здесь изображены. Но не исключено, что когда-нибудь и до этого у нас руки дойдут. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok